Велкам, велкам, велкам! Дорогие друзья, с вами Ви Ви Ви. У меня для вас не Ви Ви новости в кои-то веки, а наконец-то обзор команд MSI, ну и самого турнира MSI. Что такое MSI? Сейчас мы будем все вам по порядку рассказывать. Короче, международный турнир, который называется Mid-Season Invitation, то есть среднестатистический такой чемпионат мира, предназначенный только для топовых команд. Раньше так было, но Riot поняли, что никому не интересно смотреть за аутсайдерами, что количество зрителей приходит именно на последний день, дни этого чемпионата, когда остаются только топовые команды. Решили расширить эту лигу или, наоборот, уменьшить эту лигу. Тут уже считайте сами. Первое изменение было еще сделано в прошлом году, когда команды разделили на слабых и сильных, а в этом году вообще решили убрать команды практически Wildcard региона. И у нас осталось всего 4 команды из Wildcard региона. Это команда ПЦС региона, то есть Азия, Вьетнамский регион, латиноамериканцы и бразильцы. А корейцам, китайцам, европейцам и американцам дали по два слота на этом чемпионате. Многие спросят, а что это по американцам два слота? Но они все еще официально считаются мейджор лигой, так называемой. То есть, большой лигой, большой брат. Ну, знаете, как на Евровидении, например, Австралия, Германия, они без этого приходят всегда туда. Но финансирование идет от кого? Тот и должен иметь там слот квалификационный, постоянный. Что же у нас еще за проблема у этого турнира? Как мне кажется, впереди нас ждет. Проблема его то, что нам добавили Double Elimination Bracket, но все равно в этот Double Elimination Bracket попали топовые команды. Ни для кого не секрет, что корейские и китайские номер два команды, они на голову сильнее европейских вторых и американских вторых команд. И из-за этого вот стадия, где, казалось бы, есть Double Elimination, где вроде как вот, например, у команды Латинской Америки хорошие шансы. Им нужно просто не проиграть два Best of 3 подряд, но им нужно не проиграть один Best of 3 против T1. То же самое, кстати, касается и бразильцев. Им нужно проиграть один Best of... Не проиграть один Best of 3 против команды T1. То есть, фактически, их уже поставили в более худшую ситуацию. Да, это была жеребьевка. Туда могла попасть команда Gigabit Marines либо Passage, потому что Fly не могли попасть на команду T1, как и Fnatic не могли попасть на команду TES. Их все же по рейтингу ставили выше. Но я просто к чему это веду? К тому, что Riot каждый год меняет систему проведения и MSI, и чемпионата мира. И все они это делают для того, чтобы мы с вами получили более разнообразные полуфиналы-финалы, чтобы не было Китай-Корея, Китай-Корея. Но это никак не помогает. Мы по-прежнему будем смотреть Китай против Кореи. Финал и полуфинал, и им нужно смириться и просто определиться уже раз и навсегда, какой турнир проводить. По поводу проведения. Сам турнир будет проходить всего 14 дней. И у нас, как вы видите, здесь Double Elimination. И во втором, во второй стадии тоже будет Double Elimination. Четыре топовых команды победителей своих регионов. Они уже находятся в квалификационном раунде, то есть во второй стадии. Соответственно, ниже топ-8 они занять не могут. Команды, которые здесь вылетают, они занимают, получается, 11-12 место. Я чуть впереди расскажу рейтинг этих команд. По ретрансляции чемпионата. Официальная ретрансляция идет от Riot Games. На эту ретрансляцию они пригласили так называемых ко-стримеров. То есть стримеры, которым Riot'ы дали разрешение рестримить чемпионат с определенными условиями. Мой любимый Синики Метеуса Double Lift будут этим делом заниматься. Насколько я вижу, Кайдриэлю это дело не разрешили, потому что я его вроде здесь не увидел в этом списке. Причина, по которой Кайдриэль не получил разрешение, мне неизвестно. Но среди англоговорящих еще будет LS, еще будет Авел Доминейт и Мистер Чим Чим. Латиноамериканцы представлены вот этим списком, бразильцы этим. По европейцам. А, нет, вру, Кайдриэль есть, прошу прощения. Я что-то его искал, искал, первый раз не заметил. Прошу прощения, он есть. Джек Спектра, Ямотокен, Кайдриэль все же есть. Не знаю, кто такой Джизуко и кто такой Хузя. Я знаю, ребят, что Смурф подавал там заявку в Твиттере. Заявку в Твиттере это как пук в пустоту. Что он тоже хочет заниматься этим рестримом. Говорил там жалобные слова, что вот русского языка нет. Лигу как будто все забросили. Но я уже говорил, ему надо было писать напрямую Ру Райтам, чтобы эти жопу свою подняли и начали добиваться для Ру сегмента тоже своего языка. Потому что, как вы видите, Европа и Миддллист и Африка языка русского здесь просто в помине нет. Возможно, уже Ру Райт и пытались пробиться и заполучить себе вот эту базу. Но, возможно, они это пытались сделать для Flash and the Night, а тем не понравился Flash, и поэтому они отказались. Хотя не знаю, что им не понравилось. Он вроде бывший киберспортсмен. Я даже помню, на All Stars ездил и так далее. А могли добиться этой для Diamond Prox, все же бывший киберспортсмен. Ну, и для Смурфа, соответственно, тоже бывший киберспортсмен. Просто я думаю, там все как. Это то же самое, как вот я знаю, у Российской Федерации есть большая проблема с министрами спорта. Когда начинают гнобить какой-то вид спорта из-за санкций или просто, а министры, они ничего вообще с этим не делают. Я сколько смотрел, там просто всех спортсменов лишает медали, лишает всего, они вообще ничего не делают. То же самое и здесь. Такое впечатление, ну, Райт и завтра придут, скажут, ой, слушайте, мы Руссервер решили закрыть. Эти вообще ничего не сделают. Будут сидеть, смотреть на это и скажут, ну и ладно. Хоть зарплату нам продолжали платить до последнего дня, мы и то рады. Лучше не отсвечиваться, видимо, такая политика у Рурайтов, потому что я чисто действительно не понимаю, почему это происходит. Я просто напомню вам, что, например, чемпионат Европы, я сам писал американским Райтам. Они меня связали с европейскими Райтами, с режиссером европейского чемпионата. Я с ним общался, с ним договорился уже все. И потом он мне лично даже написал, сказал, что он пообщался с Рурайтами. Рурайты пообещали устроить чемпионат ретрансляцию, значит, устроить ретрансляцию чемпионата Европы, и я могу теперь написать Рурайтами, они меня пригласят в команду. Я написал Рурайтами, они меня не пригласили в команду. И для меня это был просто шок, потому что получилось так, что я сам это все пробивал. Рурайты получили возможность ретрансляции европейский чемпионат, а меня туда даже не пригласили. Ну, после этого я решил больше не пытаться пробиваться, потому что, ну, там, видимо, вы поняли, как все работает. Короче, к чему я это веду? К тому, что Руртрансляция запрещена. Ну, получается, что ни один человек на русском языке не может транслировать, потому что его здесь в списке нет. Можно рестримить все еще пиратский, там, на Гудгейме, в Экоплее. Туда руки Райтов не добираются. Мы, скорее всего, так и делать с вами и будем. Либо стримить лицом, вот как мы это обычно с вами делали. Ну, а записи. Когда же записи выкладывать можно? Правила, я так понимаю, сохранились те же самые. Через 24 часа после проведения эфира можно выкладывать записи, плюс их надо резать, плюс там надо, чтобы они были короткие и так далее. Ну, с этим будем уже разбираться по ходу самого чемпионата MSI. Райты к записям очень редко приставали, так что, думаю, записи на ютубе вы посмотрите, смотрите того, как я прокомментировал тот или иной матч. Буду ли я этим заниматься? Вопрос. Открытый. Скорее всего, буду, потому что мне все равно нечем заниматься эти две недели. А ровно две недели осталось до конца сезона Лиги Легенд и потом новый сезон, обновление рейтинга, а я уже везде Даймонд взял, кроме как в ТФТ и больше делать нечего, просто сижу, фигней страдаю. Так что MSI могу как раз эти две недели покомментировать соответственно. Ну и переходим теперь к рейтингу. Команда. Рейтинг команд очень простой. У нас есть два супер лидера это чемпион Китая, чемпион Кореи. Им я поставил 9,5 и 9,2 балла. Почему китайцев оценил выше? Ну, два последних турнира выступали китайцы выше, лучше. Что касается команды Т1 и команды ТОП Еспортс. ТОП Еспортс. Замена произошла их игрока руки на молодого крема. У него крем. Никогда и крем. Молодого мидлейнера. И я пока в нем совершенно не уверен. Ну и более того, против команды Билли Билли Гейминг. Они выглядели гораздо хуже, чем команда Т1 против команды Джинджи. Что же происходит с чемпионами мира, спросите вы? Команда Т1, почему такой низкий рейтинг? У них было мало практики игровой. Как вы знаете, их дедосили почти два месяца. Они не могли практиковаться, тренироваться. Не знаю, что сейчас в Китае происходит. Начали ли они снова играть? Начали ли они тренироваться на каких-то отдельных серверах, где до них дедосеры не добираются? Убежали ли они от вот этого сегмента дедоса? Либо нет. Если нет, то можно даже рейтинг еще ниже им ставить. Но я думаю, они убежали. Сейчас будет форму набирать. Так что их 8 и 7. Это потенциальные 9 и 5, если они наберут форму. Но пока формы у них нет. G2 хуже стали, чем были в прошлом году. По крайней мере, по чемпионату Европы это так выглядело. Они не выглядят сейчас прям мега-мега доминаторами. Какие-то партии сливают, что-то там веселятся. Но все равно 8 баллов они своих стоят. Тем более, что они должны быть вот этой ступенью между некрутыми командами и крутыми командами. Знаете, они вроде к крутым не относятся, команда G2, но и к некрутым они тоже не относятся. Вот они свой какой-то B категория. Категория C у нас это фанатики, ликвиды, флайквесты, пассажеталоны. Возможно, пассажеталонов я высоко оценил. Но в этом году в чемпионате ПЦС очень большая была конкуренция. Там и топовые другие гонконгские команды участвовали. То есть из Вьетнама, извините, из Тайваня, Гонконга. Там и японцы участвовали. Там и Австралия и Океане участвовала. Там очень плотный турнир был. И в этом плотном турнире, в этой мясорубке команда пассажеталонов все равно осталась чемпионом. И за это можно им высокий рейтинг завысить немножко. Потому что так-то я бы их, наверное, где-то 6 баллов ставил. Но 6,7 ставлю им за это. Что касается американских команд, флайквесты вроде чемпионы, но почему-то ликвидов ставлю выше. У ликвидов сборник игроков более опытный на международной сцене. И они, честно, по чемпионату Америки выглядели посильнее флайквестов. Флайквесты просто выступили вплоть и лучше, чем тимликвиды. Ну, это нормальная тема. Это, знаете, как Cloud9 на чемпионатах всегда выступает лучше, чем у себя дома. Поэтому оценку ликвидом я поставил выше. Ну, и все равно ненамного. А флайквестом ради шутки 6,9 баллов влепил. У них там молодые игроки есть, которые могут провалить. Что касается фанатиков, почему же я их оценил выше? Если честно, я потом решил пересмотреть парочку матчей команды ФНК в плей-оффе чемпионата Европы и скажу, что они как раз таки набирают форму. Если честно, при хорошем наборе формы, особенно их бот-лейн, который состоит из корейцев, если он наберет форму высокого уровня, они могут реально побороться даже с командой G2 за чемпионство уже в следующем сплите. G2 нужно реально вспомнить, как они умеют играть, потому что Хан Сама, например, сейчас вообще какой-то блеклый, как и Мики Икс. Просто какой-то фигней страдает ребята. И сегодня, ну не сегодня, то бишь завтра, когда чемпионат MSI стартанет, им покажут ребята из Китая-Кореи, как надо играть. Уже прошел слух, что были тренировки. Слит был случайно тренировочный процесс команды G2 против команды Team Liquid. G2 одержала победу над ними в тренировках пять побед против одного поражения. И по статистике у команды Team Liquid побеждал только бот-лейн, все остальные игроки просто фидели. Там в среднем у топ-лейнера, мид-лейнера и лесника было в среднем по шесть половины смертей за матч, но у бот-лейна было все идеально. У команды G2 похожая ситуация, только наоборот. Их бот-лейн был по шесть половины смертей за матч. Ну а остальные игроки Caps вообще за эту серию 5-1 из тех матчей, которые слили в интернет, Caps там умер всего три раза. То есть Caps вообще форму набрал великолепную. Ну и дальше Gigabit Marines, бразильцы и латиноамериканцы почему так низко, спросите вы. Вьетнам же крутая команда. Ребят, Вьетнам плохо выступает последние два года. Я не знаю, кто вам сказал чушь, что Вьетнам выступает хорошо. Вьетнам вообще не умеет играть, как оказалось. Более того, у команды Gigabit Marines, как и у других команд во Вьетнаме, проблемы с продажностью матчей. Дисквалификация двух игроков основного состава команд Gigabit Marines должна будет сказаться. На международной сцене они будут играть с минус двумя своими основными игроками. Вряд ли эти игроки смогут какую-то форму набрать. Но это связано не с тем, что наберут они форму или не наберут. Там пределы игроков, иначе бы их брали в составы до этого. Там пределы этих игроков. Они просто играть не умеют. Ну и придется Gigabit Marines мучиться. Я бы даже, возможно, их еще ниже поставил. Но, к сожалению, я посмотрел латиноамериканскую и бразильскую лигу. Там очень слабо играли. Хотя, если взять прошлый год, Laude как раз-таки побеждали вьетнамцев и почти вышли в финальную стадию чемпионата мира. Но им чуть-чуть не хватило. Во втором круге они попали, по-моему, на пассажа талонов, и там вот 0-2 отлетели. Если бы они попали не на пассажа талонов, а снова на вьетнамцев, они бы прошли их. Но, к сожалению, там вот так вот структура была устроена. Ну и эстралы. Это всегда Латиноамерика самое последнее место держала. Пару раз только обгоняя японцев. А теперь японцев нет. Кого обгонять? Ну, посмотрим, кого. Короче, вот такое предсказание на первый круг. Если что-то будет здесь не так, я потом буду галочки ставить себе тоже заметки, что я здесь не угадал. Ну или не не угадал, а плохо предсказал. На вторую стадию пока я не могу делать никакой предсказаний по причине того, что жеребьевки еще на вторую стадию не было. Ну, а по первой жеребьевке у команды Т1 будут две легкие прогулки 2-0-2-0. У команды ТС будет легкая прогулка с лаудами 2-0. Почему я думаю, что они фанатикам проиграют одну партию? Это связано с тем, что у ТСов главная сила это мидлейн-лесник сейчас, ну и топлейн. То есть они вот эту троицу играют. Ну и одну карту могут фанатикам с их сильным ботлейном отдать. Тем более, что фанатики любят играть именно в такую игру, которую любят играть китайцы. То есть много-много убийств. Разгоняем карту повсюду. Такое может там произойти и одна карта может отдаться. Ну и вполне может быть 2-0. Гигабиты. Я не верю, что фанатикам дадут какие-то противостояния. Победят лаудов, но тяжело и проиграет фанатикам потом еще раз. И, соответственно, фанатики ТС отсюда выходят здесь. Т1 с флайами выходят. Почему флай, а не пассажир. Но будем исходить из того, что хоть и был плотный турнир, но это ключевые матчи для Америки. Американцам нужно побеждать именно вот эти команды, а иначе их там засмеют. Знаете, это как у вас бесплатная квалификация, вам нужно доказать, что вы ее получили бесплатно не просто так. И обычно американцы с этим справлялись. Единственная команда, которая за всю историю не справилась с этим, это была команда Team Solo Mid, которая проиграла команде Gigabit Marines. И мы все до сих пор считаем, что Gigabit Marines поэтому сильные. На самом деле это было один раз, и про это можно забыть. Они там за весь MSI турнир тогда сыграли друг против друга семь игр. Вот. Семь игр, и команда TSM проиграла по итогу 4-3. А в другом виде всегда Вьетнам проигрывал Америке, всегда Тайвань проигрывал Америке. Это, ну, не за памятных времен там. Что флэш-вульфы проигрывали там Cloud9, TSM, что пассажир-талоны проигрывали CLG и тем же самым TSM. Так что я ожидаю здесь того же самого. Возможно, возможно, варианты, где Fly проиграет первый круг, но во втором квалификационном матче, когда T1 отправит вниз пассажир, они все же их отдали. Такой вариант возможен. Но будем, конечно, посмотреть. Завтра уже стартует чемпионат. Сегодня 30 число, соответственно, первого стартует. Вечерком сядем, чипсики откроем и будем посмотреть. Вот и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать. Рейтик, надеюсь, вам понравился. Ждем следующую стадию.